Жительница Иванова, мошенники вначале позвонили по телефону, сообщили о том, что грядет обмен денег. Все старые купюры якобы будут менять на купюры нового образца. Я пришла вот по какому вопросу. Я вас хочу, да так громко, по начальственному, так знаете. Вот сейчас намечается обмен денег. И вот у нас сейчас такая работа, мы всех обходим пенсионеров, потому что если у пенсионеров есть деньги дома, и они пойдут обменивать, им не обменяет банк. Вот мы будем заниматься этим делом. Женский голос из телефонной трубки сходу поинтересовался, есть ли в доме денежная наличность. Пенсионерка была столь доверчива, что сразу сообщила о том, что деньги, конечно, имеются, пусть и небольшие. Вы сразу скажите, у вас есть дома деньги-то? Я говорю, да как уж, какие деньги-то небольшие всегда есть, говорю, дома деньги. Ну, как небольшие, сколько? Господи, даже, говорю, я знаю. И вот она меня так располохла, я не знаю, что сказать. Как это, много, много. Я говорю, да, ну, наверное, 1170, вот весь, на всякие расходы. А как же, говорю, без денег? Понимая, что в квартире деньги есть, мошенница сообщила пенсионерке, что, помимо прочего, от государства ей полагается путевка в санаторий. Или берите, или пишите отказ, потребовали обманщицы. Она, значит, говорит, а вот на ваше имя, у меня, значит, ваша, значит, это, путевка в дом отдыха. Я говорю, вы ездили когда-нибудь? Не ездила, говорю, и не поеду. Я говорю, уж не в том возрасте, где езжать. Я говорю, хожу. Вот, ладно. Вот тогда вам надо написать заявление, значит, что вы отказываетесь от путевки. Я говорю, господи, да я не напишу, у меня и руки-то уж не напишут. Ну, вот придет сейчас это, придет, как она ее назвала. Она вам поможет написать. Спустя непродолжительное время в квартире пенсионерки зазвонил домофон. Это явилась обещанная в телефонном разговоре женщина. Таким образом, мошенницы, уже зная о наличии в квартире денег, сумели пробраться в жилище доверчивой потерпевшей. Вот, открывайте, она сейчас придет и все вам сделает. Ну, тут и началось уже, конечно. Опять вдруг потребовалась эта, деньга, другая, уже поглядеть не номер, а какие-то буквы. А я взяла пачку, но она небольшая. И, знаете, вот накинутое вон эти, как делают, резиночки, так, чтобы не распаривались деньги. Вот терпевшая сама показала собравшимся в ее жилище негодейкам все свои сбережения. Опытные мошенницы, конечно, сразу же взялись морочить пенсионерке голову. Попить водички, сходить в туалет, заполнить какую-то бумажку. В вихре этих мелочей преступницы и сумели незаметно прибрать старушкины деньги к рукам. И с похищенным тут же скрылись. ВО... ... Продолжение следует...